В преддверии юбилейного дня города Великомустюги отремонтируют фасады большинства домов, прилегающих к главным улицам переулках. В мае начаты работы на этом доме, находящемся в переулке Революционной. Здесь делали усиление фундамента с той стороны, потому что дом перевесал. Ну, тут по трещинам видно все. Но опять же, та сторона более показательная. Плюс стежи ставили металлические, чтобы дом не стянуть. И, соответственно, отмостки делали, чтобы все это привести в более-менее порядок. А сейчас косметику наводим. Сейчас с фасадов убирают старое покрытие. При помощи штукатурки ликвидируют трещины и красят стены. Завершенные работы будут в июне и проводятся они за счет средств фонда капремонта. Мы прошли практически по всем зданиям, которые находятся в собственности у граждан. Им письма, понимание найдено у нас с ними. Все фасады будут отремонтированы. Если собственниками коммерческих зданий вопрос решен, то многоквартирные дома, а таких в центре 43, требуют особого внимания. Управляющие компании за свой счет отказались проводить ремонт, так как на счетах домов средств слишком мало. Поэтому местные власти предпринимательского сообщества планируют выполнить работы за свой счет. Отдельной строкой идет ремонт злополучных зеленых заборов. В каком они состоянии, видят все. Реки выломаны, но убирать их совсем тоже нельзя. Большинство домов с печным отоплением, а это значит на всеобщее обозрение предстанут древенники и сараи. В преддверии дня города устюжане, занимающиеся лицепереработкой, выделяют штокетник и прожили на его полную замену. Новые полторы тысячи метров заборы окрасят. На эти нужды необходимо 600 килограммов краски. А вот денег на ее приобретение не заложено ни в одном из бюджетов. К решению вопроса вновь нужно будет привлекать общественность, предпринимателей и спонсоров. Кстати, соединяют эти заборы те самые памятники архитектуры федерального значения, чья судьба на сегодня неизвестна никому. Пульса красная у нас это сплошные памятники, так будем говорить. Где-то порядка 8 памятников, которые уже расселены. Но сносить их ни в коем случае нельзя, естественно. Это обречает нам закон. Поэтому эти объекты будут законсервированы. Окна и двери этих домов заколотят, а сносу подлежат всего три здания. Это строение на Пушкино-19, Виноградово-5А и Красное-65. Аукцион выиграла компания ВС. В 20 июля дома будут снесены. На сегодня планы по ремонту фасадов и заборов большие. Потребуется немало усилия, чтобы их воплотили в жизнь. Евгения Шемякина, Антон Карев, Максим Колосов. Новости провинции.